Уже больше месяца зуд не дает покоя бурятским фермерам. Более двух тысяч убитых животных – режим ЧАЭС в пяти районах республики. И это лишь малая часть проблем, вызванных болезнью. Сегодня вот остро не хватает ветеринарных врачей. Участковых не хватает. Зарплата низкая, к сожалению. Оставляет желать лучшего. Люди получают 19-20 ветеринарных врачей на руки только. Нехватка специалистов в районах – проблема не новая. Но в распространении болезни и в ее дальнейшем устранении виноваты и сами фермеры. Главное нарушение с их стороны – недостоверный учет скота и несоблюдение санитарных норм по содержанию и выпасу домашних животных. Если где учет плохой, там, конечно, поглубная вакцинация у нас хромает. Правильно? Люди укрыли, не показали. И получается, вакцина сверху не придет. И человек под вакцинацию не отдает. И поэтому вот такие моменты у нас и возникают. По голове скота увеличивается. Нужно все вот эти мероприятия, правила соблюдать. То есть проводить текущую дезинфекцию. Вот у нас по ковиду же говорят, да маски носите, руки обрабатывайте. Ну и то же самое по скоту тоже надо соблюдать. Финансовая поддержка и вакцинирование животных до сих пор продолжается. Кроме того, для пострадавших фермеров сделают скидки на покупку скота. Все-таки мы осуществляем государственную поддержку многим нашим сельхозтавропроизводителям. Раз некоторые попали в такую сложную ситуацию из-за ЧС и из-за возилкового дерматита, нужно, я думаю, это отрегулировать и по такой же приемлемой цене дать возможность пострадавшим людям, пострадавшим фермерам закупить вновь скот. Точных сроков устранения последствий болезни пока нет. Предположительно, режим ЧС снимут в середине февраля. Дарья Белева, Жаргал Ирдыниев, телекомпания АТВ.